024-й, остановите автомобиль BMW черной 37-ки. Обгонял грузовик, не включил поворот. Простое нарушение, не включил поворот, но на трассе это может привести к серьезному ДТП. Данные инспектор передает патрульной машине. Водителю разъясняют, что теперь рядом с ним на дороге в любой момент может быть замаскированный инспектор. Есть такая система работы, как скрытое патрулирование смешанной наряды госавтоинспекции. Один экипаж идет в гражданское исполнение, а другой... Нет, раз, два, слышали. Вы такого не слышали? Ну, имейте в виду, что... Таким способом инспекторы работали на этой неделе не только на загородных трассах, но и в Красноярске. Вот фиксируется нарушение езда по обочине. А на этих кадрах видно, что водитель резко и нервно перестраивается, что опять-таки может закончиться трагически. А в центре Красноярска инспекторы массово наказывают водителей, которые ездят по выделенной для автобуса в полосе. Всего за неделю и несколькими экипажами выявлено 110 нарушений правил дорожного движения. Оценить эффективность по нарушениям мы можем только в том случае, если будет видно, что аварийность снижается. За прошедшую неделю, я вам тут готов доложить, что у нас было всего три дорожно-транспортных происшествия с погибшими. По сравнению с теми неделями, до которых мы не занимались этой работой, там было и пять, и шесть погибших. И дорожных было в разы больше. Как подчеркнул заместитель начальника краевого ГАИ Андрей Майорчук, метод вполне законный. Ведь главное снизить количество ДТП и пострадавших, а также повысить культуру вождения. И если раньше скрытое патрулирование проводили на загородных трассах периодически, то теперь это будет обычной практикой, в том числе и в Красноярске. Водителям стоит знать, что за ними могут наблюдать сотрудники ДПС в любое время, даже если их не видно. Так что автохамство в следующий раз может и не пройти безнаказанно. Андрей Староды, Максим Галат, Новости. Продолжение следует...